Самое неудобное положение для сборки арки Замечательно 2-3 выстрела и у нас прицел пристрелен на другом карабине Красота Друзья, добрый день! Сегодня ко мне в руки попал очередной тепловизионный прицел под названием RIKO NV LESNIK модель 335 Это прибор с современным функционалом Единственное, что у него нет встроенного лазерного дальномера А так в нем, судя по всему, есть все, судя по паспорту В том числе в комплекте есть условно-быстросъемный кронштейн с креплением на планку Пикатине Сегодня мы установим этот прицел на винтовку ARKAN 15 В калибре 5.45 на 39 мм И пристреляем его на дистанцию 100 метров То есть, как обычно, проверим, как он пристреливается Как он себя ведет У него есть функция Встроенный видеорекордер То есть мы будем записывать на него видео У нас будет использоваться обычная бумажная мишень Который по настоятельным советам подписчиков Мы будем крепить кусочек вот такого вот металлизированного скотча Алюминиевого Посмотрим, что у нас получится Поехали! Итак, друзья, у нас на дистанции 50 метров Пристрелочная мишень, которую мы планируем использовать и в дальнейшем То есть при стрельбе на дистанцию 100 метров В центре десятки у нас маленький кусочек фольги Который хорошо должен контрастировать с бумажной мишенью по температуре Прицел у нас установлен Приклад выдвигаем чуть-чуть подальше И смотрите, у этого прицела Ну, насколько я успел прочитать в паспорте Есть несколько особенностей чисто эксплуатационного плана Первое Мы, когда его включаем Всегда, чтобы была нормальная калибровка Так как у него нет калибровочной шторки Включаем с закрытой крышкой объектива Итак, как мы включаем прибор Сначала убеждаемся, что здесь есть батарейки Мы нажимаем на крышку отсека батарейного Потом здесь есть защелка сбоку Отпускаем Аккумуляторы у нас должны быть вставлены в произвольном порядке Но с обязательным условием Один аккумулятор должен быть плюсом наружу Второй плюсом вовнутрь После чего отжимаем защелку Нажали Кнопка включения прибора находится вот здесь На задней части верхней панели Нажимаем кнопку Загорается надпись RICO NW С воящим волком Так, я вижу мишень И действительно хорошо вижу В центре десятки Наш кусочек фольги Он действительно хорошо контрастирует Сейчас я разберу винтовку Через канал ствола Выведусь на центр мишени И соответственно Также в центр мишени Выведу прицельную сетку Весь процесс буду снимать на видео Вы увидите, как это происходит Итак, друзья Процесс пристрелки Извлекаем подвижную систему винтовки Заглядываем в канал ствола Наводимся так, чтобы Кусочек фольги нашей Был условно В середине Канала ствола Так Есть точка В центре канала ствола И мы видим, что у нас Прицельная наша сетка находится Влево и чуть-чуть выше Смотрите, на 50 метров Мы должны получить попадание В идеале Где-то вот настолько ниже десятки Тогда на сотку мы более-менее Придем ближе к середине мишени Поэтому мы сейчас Выведемся Таким образом, чтобы у нас Прицельная сетка по горизонту Была в нулях А по вертикали сеточка Должна быть Ну, где-то вот так вот Выше десятки Тогда, по идее Пуля должна прийти В нижнюю центральную часть Нашей мишени На этой дистанции Цена клика у нас 7 миллиметров Поэтому Или нужно терпение Чтобы кликать вот так вот По одному А когда слишком быстро У нас перебеги получаются Так, сохраняем Дистанция 50 метров Ну, все Давайте пробуем Посмотрим, что у нас Получится Сейчас мы сделаем Пробный выстрел Для этого Мы достанем Один патрон Патроны у нас Барнаул Масса пули 3,56 И это Испишки Дальше Собираем винтовку Это самое неудобное Положение Для сборки арки Патрон в патроннике Видеозапись На мишени Включена Насколько я вижу Попадание Где-то на 7 часов Влево И вниз Сейчас пойдем Проверим Заделаем Замеры Соответственно Поправимся И будем стрелять На 100 метровую дистанцию Так, ну что, друзья Делаем корректировку На 50 метровой дистанции Значит Что сейчас нужно У нас Уход влево 8 сантиметров То есть В среднем Сейчас Кликнуть нам надо Будет Наверное Раз в 12 Так, плюс-минус Но мы сейчас Как раз таки И посмотрим На данный момент Я нахожусь В том же самом положении В котором Будет находиться Любой из вас Когда впервые Возьмет этот прицел В руки То есть К нему Нужно приноровиться Вроде все Как обычно Но органы управления Немножко по-другому Расположены И меню Немножко другое Поэтому требуется Некоторое привыкание И адаптация Чем мы Собственно Сейчас и занимаемся Заряжаем Нашу Красавицу Винтовку И стреляем Ниже десятки То есть Ниже точки прицеливания Пришла у нас пуля То есть То, что нам нужно Так, друзья Ну, смотрим Попадание у нас Ну, может быть На сантиметр Было бы Если правее Было бы лучше Но в целом Да У нас произошло Смещение Отсюда Сюда И вот это у нас Попадание 50 метров Два Дистанция у нас 100 метров Фокусировка Так Достаточно резко Попробуем увеличить Кратность Вот так Вот так Наверное Будет получше И обратите внимание Вы сейчас Видите Хорошо Картинку прицела Насколько Контрастно Насколько Хорошо Видно Вот этот Кусочек Фольги Не надо Ничего Нагревать Не надо Лишний раз Заморачиваться Все просто Великолепно Так Беру Три патрона Заряжаем Патроны Те же Вот эти Вопросы Связанные С аркой Всегда Надо проверять Или подстукивать Магазин Снизу Надеваем Наушники Стабилизируемся И делаем Серию И С трех Выстрелов Поехали Три выстрела Мы сделали Ну что интересно Пойдем Посмотрим Ух ты ж Как интересно Неужели Не туда Куда-то Накрутил Ну не суть Важно Рисуем Нашу Группу Фиксируем Ее Так Подписываем 100 метров Первая группа 8 сантиметров Группа Не ахти Патроны Напоминаю У нас валовые Да То есть Это ни о чем Не говорит Теперь смотрите Что мы делаем Мы замеряем Дистанцию То есть От центра Нашего кусочка Фольги Ну где-то 13 сантиметров Вниз И Где-то Сантиметров 8 вправо Да То есть 8 вправо И 13 По вертикали Вниз С учетом того Что у нас Так Ну у нас цена Клика Как раз таки На 100 метровой Дистанции 13 миллиметров Давайте мы сейчас Сделаем 10 кликов Соответственно Вверх СТП Чтоб сместилось У нас Да И Здесь у нас 8 сантиметров Ну наверное Кликов 6 Где-то Влево Посмотрим Что получится Так И так Ребята Похоже Что у нас Совпали Нули Ну судя По всему Да Хотя Далеко Не факт И Группа Пришла Не выше А ниже С небольшим Смещением По горизонту И так Вниз у нас 13 сантиметров Да И влево Группу Нам надо Сдвинуть На 8 Заходим В обнуление Дистанция Ребята Знаете В чем проблема Я же Дистанцию Не изменил Вот это Цирк Ладно А ну-ка Ну да Дистанция 50 метров Ну вот видите Вот Есть нюанс Я его не учел Читайте Внимательно Паспорт Итак Зашли мы В дистанцию И меняем Ее На сотку Добавляем Есть Дистанция 100 метров Но хотя Опять же Далеко не факт Дистанцию То и мы Изменили Но Баллистика У нас Вводится Вручную Так что По идее Мы изменили Дистанцию Да Но это просто Фиксируется В профиле Но СТП У нас Сейчас Легла Так же Поэтому По логике Мы должны Внести Изменения Корректирующие То есть 13 сантиметров Мы должны СТП Сдвинуть Вверх И на 8 сантиметров Влево Делаем И стреляем И смотрите У нас Здесь Идет Измерение Цены клика В миллиметрах Да То есть У нас 130 Миллиметров Но давайте Попробуем Как получится У нас В этот раз Можно Вводить Двумя Способами Можно Посчитать Миллиметры Сантиметры До Увода А можно По сути Как я сейчас Сделал Посчитать Чисто Визуально Делаем Три Выстрела Раз Два Три Пойдемте Посмотрим Самому Очень интересно Так Ну что Все Встало На свои места А то я уж Прям Запереживал Итак У нас Есть Десяточка Рядышком Есть И Одна пуля Отрывчик У нас Вот здесь Чтобы мы Нашу группу Эту Видели Мы ее Сейчас Таким Вот Образом Зафиксируем Вот так Красиво И понятно То есть Это у нас 100 метров Группа 2 То есть Мы группу Переместили Сюда Но сейчас Давайте Знаете Как сделаем Все таки У нас Есть Уход Вниз Где-то На Давайте Там На 3 сантиметра То есть По логике Можно сделать Где-то 2 Клика Давайте Я сделаю 2 Клика Чтобы сместить СТП Чуть вверх И сделаю Еще одну Серию Так Ну что Друзья Итоговую Серию Сейчас Стрельнем Но Для начала Нам нужно Немножко Скорректироваться Как вы Помните У нас Небольшой Уход Низ То есть Надо Сделать Буквально Пару Кликов Сместить Сеточку Вниз Так Чтоб У нас СТП Ушла Вверх Заходим В меню Давайте 3 клика Сделаем Я так думаю Этого будет Достаточно Ну что Сейчас Мы проверим Насколько Правильно Я Накрутил Все В меню Добавляем Увеличение И делаем Три Выстрела Раз Два Три Ну что Посмотрим Так Смотрим А вот Немножечко И не Докрутил Давайте Мы Сделаем Так Это будет У нас Вот Это наша Группа Так Сама По себе Группа 55 Миллиметров Хорошо Видите Опять Поднял На пару Кликов 2-3 Клика У нас Получилось Но Недостаточно То есть Давайте Сделаем Все Таки Еще Клика 2-3 И Давайте Перекрутим Переставим Вернее Нашу Десятку Повыше Нашу Мишень Вернее Тепловую Вернее Не Тепловую А Температурно Контрастную Так Наверное Будет Правильнее Вот Так Вот И Видно Будет Лучше И Наши Пробоины Нам Лишний Раз Друг Другу Мешать Не Будут Стреляем Еще Раз Кстати Так Интересно Видеокамеру Видно Она Как Оказывается Нагревается Итак Немножко Нам Нужно Подкорректироваться Да И Нам Соответственно Нужно Опустить Сеточку Вниз Опускаем Сетку Вниз На Три Клика Наверное Давайте Еще Один Клик Сделаем Даже Два Давайте Сделаем Или Даже Сделаем Давайте Еще Один Дополнительный Клик Сеточку Я На Несколько Кликов Опустил Вниз Соответственно СТП Должна У нас Уйти Вверх Довольно Крупно Кажется Нам Этот Маленький Кусочек То есть Видно Хорошо Цель Контрастна Кстати Чем Крупнее Цель На самом Деле Тем Сложнее Особенно Когда Сетка Довольно Тонкая Тем Сложнее Выцелить То есть В плане Кучности Это Может Нам Добавить Проблем Ну Давайте Сейчас Проверим Раз Два Три Ну Пойдемте Посмотрим Так Друзья Ну Вот Смотрите Видите Крутил Чисто Визуально Надо Было Сделать Два Клика Как Я Изначально Предполагал Максимум Три Я Сделал Пять Или Шесть Кликов И Видите Перекрутил Мне Казалось Визуально Вот Что Все Будет В Порядке Вот Оказалось Надо Следовать Учитывать Все Замеры И Ничего Не Придумывать Итак Мы Сделаем Сейчас Следующим Образом Это Мы Отмечаем Вношу Сейчас Корректировку В Обратку Видите У нас В среднем И Получается Три Сантиметра То есть Пять Кликов Надо Сделать Два Вот Эти Три Сантиметра Нам Оказались Лишние На 3 Сантиметра Кликаю Вверх Сеточку Смещаю И По идее Группа Должна Лечь Сюда Стреляю Пять Раз Ну Или Сколько Там Осталось Патронов Спачки Пять Патронов Заряжаем Смещаем На Три Клика Примерно Сеточку Вверх Смотрите Смотрите Очень Еще На Смещение СТП Особенно По вертикали Может Влиять Вкладка Вот Я сбегал Туда Сюда 200 Метров Лег Немножечко У меня Вкладка В плече Изменилась Или В мешке Буквально На 2-3 Сантиметра СТП Может Запросто Уходить Это Может Влиять Ну Стреляем Смотрим Так Ну Что Замечательно Кстати Смотрите Видите Все Таки Основная Масса Пуль У нас Чуть Чуть Правее Да Уходило То есть Можно Было Сделать Один Клик Влево У У Нас Б Эта Строчка Спроектировалась Прям По Центру Но Я Только По Вертикали Корректировал Поэтому Как Есть Так Есть Ну Давайте Смотрим Раз Пуля Вторая Пробоина Третья То есть Два Раза Зацепил Четвертая И Пятая На мой Взгляд Замечательная Группа Мы Накрыли То есть Мы Этой Группой Спроектировались Фактически На Нашу Цель Да Тепловую Смотрите В прицеле Вы Наверное Видели Да На Видео Кажется Чуть Чуть Побольше Да То есть Сама Вот Эта Вот Точка Поэтому По ней Я мог Немножко Гулять И И Поэтому Вертикаль Два Видно 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 Хуже Давайте Попробуем Поменяем По литру Так Тут Лучше Так Смотрите Какая Интересная Загагулина Ведь Вот В таком Режиме Теплая Контрастность Она Минимальная Но Прибор Ее Улавливает Это Замечательно Стреляем Серию Из Пяти Раз Два Три Четыре Пять Ну В целом Цель Наша Была Видно Приемлемо Скажем Так Да Чтобы Я мог В нее Достаточно Комфортно Прицелиться Сейчас Посмотрим Что у Нас На Мишени Так Смотрим Что Мы Имеем То На Темном Фоне Фольга Воздух У нас Достаточно Прохладный Температура Градусов 13 У нас Сейчас Наверное То есть На темном Фоне Темный Фон Нагревается Сильнее Темная Бумага Поэтому Видно Вот эту Холодную Фольгу Достаточно Хорошо Здесь У нас Получается Ситуация Немножко Другая Белая Бумага Нагревается Меньше Она Прохладная Чувствуется И Фольга Примерно Такой же Температуры То есть Они По температуре Практически Выравнивается А тепловизор У нас Как раз Таки Видит Разницу Температур Поэтому Ну Я не знаю Как на видео Вживую Я вот эту Цель Видел Наводил Точку Да То есть Я ее не угадывал А видел Достаточно Хорошо Разброс По вертикали Можно Объяснить Ну Наверное Вкладкой Я менял Вкладку В процессе Стрельбы Старался Прицелиться Подщательный Но в целом Да У нас Группа Накрыла Нашу Мишень Которую По праву Можно считать Малоразмерной Считаю Что Это Хороший Показатель Ну По ширине Видите 30 миллиметров Здесь 70 Да 72 Но Это Чисто Вкладка То есть В целом Замечательно Да То есть У нас В целом Мы свели Хорошо Сам Прицел Пристреляли Да И мы Попробовались Пострелять По мишеням По целям Которые Имеют Разную Температурную Чувствительность Относительно Мишени Относительно Фона Замечательно Друзья Ну вот Смотрите На втором Образце Оружия Прицел Пристрелял Буквально За несколько Выстрелов Можно сказать Раз Два И контрольная Группа Уже пришла У нас Практически В десятку Все прекрасно Практически Пуля в пулю Еще одна Корректировка По горизонту И две Вот эти Великолепные Пули У нас сюда Пришли Можно было бы Еще на сантиметр Поднять Выше Но это Уже вопрос Такой Непринципиальный То есть видите Буквально За несколько Выстрелов Девяточку Мы Пристреляли Замечательно То есть Без труда Скорректировался Еще раз И у нас Прилетело Практически В ноль О чем Это говорит Конечно Нужен же Опыт Если Поначалу Были Некоторые Затруднения Связаны С тем Что Меню Прицела Незнакомое Сам прицел Первый раз Когда держишь В руках Ничего страшного Нет То есть Нужно С прицелом По хорошему Конечно Прочитать Инструкцию Разобраться Где Какая Кнопка Куда Крутить Какая Цена Клика В какой Последовательности Как сохранять Потом Вопросов Никаких Нет То есть Поставили На другое Оружие Выбрал Другой Профиль То есть Прозвел Правильно Все Манипуляции И буквально 2-3 выстрела И у нас Прицел Пристрелен На другом Карабине Причем С сохранением Профиля Сейчас Я могу Этот прицел Переставить Обратно На арку Выбрать Профиль 50 или 100 метров Все То есть Можно Перекидывать С винтовки На винтовку С сохранением Нашей пристрелки Да Или выверки Этого прицела На различных Вариантах На различных Образцах Огнестрельного Или пневматического Оружия Ну что Друзья Пришло время Подводить итоги Итак Мы только что Протестировали Отстрелом Тепловизионный Прицел Рико НВ Лесник Модель 335 Который Не имеет Встроенного Лазерного Дальномера Прицел С матрицей 384 На 288 Пикселей 12 микронная Матрица Есть Весь Спектр Функций Который Только Может быть В современном Тепловизионном Прицеле Среднего ценового Диапазона И даже Наверное Выше Того По картинке Вопросов нет Очень понравилось Как этот прицел Видит Малоконтрастную Цель К примеру Кусочек Фольги Буквально Размером С ноготь Большого пальца На дистанции 100 метров Который у нас был Прикреплен К белому фону Мишени То есть Я его не только Смог видеть Но еще Смог достаточно Хорошо Отстреляться По нему Из Особенностей Уже было сказано Что Прицел Включается При закрытой крышке Калибруется Шторки У него нет То есть В процессе Эксплуатации В процессе Охоты И стрельбы У нас не будет Какого-то Кратковременного Зависания Как это бывает У прицелов У которых есть Калибровочная Шторка По работе Меню Здесь механики Нет Есть электроника То есть По меню По работе С органами управления Вопросов нет Прицел Достаточно Эргономичный Из органов управления Только в кнопках Включения Выключения И джойстик Джойстик У нас многофункциональный Вправо Улево Взад Вперед Надавливанием Работает Все То есть Больше никаких Здесь у нас Нет дополнительных Кнопок Фокусировка Расположена Сверху Она достаточно Удобная То есть Мы крутим Не кольцо Объектива А крутим Вот этот Небольшой Маховичок Установили Также Без проблем Сам процесс Пристрелки Повторюсь Каких-либо Сюрпризов Он нам Не принес Постреляли Мы сегодня Достаточно Много Это было Интересно Я показал Практически Все ситуации Которые могут Возникнуть При пристрелке На мой взгляд И в итоге У нас Все контрольные Группы Великолепно Уложились То есть Куда мы Целились Совпало С точкой Прицеливания На этом Все Спасибо вам За внимание До новых встреч Пока Продолжение следует...